В далеком санктуарии, где люди и создания жили в мире и гармонии, зло уже терзало землю изнутри. Демон Диабло, изначально заточенный в темные недра огненных пещер, смог пробудиться и тайно подкопил силы, пока власть архив ангела Тирайля покачивалась на ветру сомнений. Молодая и талантливая чародейка по имени Лемин, сетавшаяся одним из самых могущественных магов своего времени, уверена была, что защитит мир от любого нападения темных сил. Она жаждала славы и признания, веря, что одержит верх над злом и станет спасителем санктуария. Однако демон Диабло не дал ей такой возможности. Используя ловушки и хитрость, он сумел захватить Лемин и связал ее магическими путами, отнимая ее силу и терзая ее душу. Отчаяние охватило чародейку, и она была вынуждена принять страшную сделку с демоном. Взамен своей свободы и мощи, Лемин стала верным слугой Диабло и его мрачным филиалом на земле. Так родилась оскверненная Лемин, отныне причинявшая страдания и разрушения вместе со своим господином Диабло. Разрывая души невинных, она способствовала уничтожению санктуария и подготовке его к полному поглощению адскими силами. В то время в санктуарии обитали существа вечного света, нефалимы, самые могущественные среди людей и ангелов. Видя смертельную угрозу для всего мира, они объединились, чтобы дать бой ослепленной злом чародейке и ее демоническому господину. После множества кровавых сражений, в которых разрушались города, гибли сотни тысяч душ, и гигантские звери, призванные из глубин ада, противостояли чистому святу нефалемов, наступил роковой момент. Лемин и ее владыка Диабло ведут последнюю жестокую битву на разоренных равнинах санктуария. Пожирая горы плоти и течение крови реками, бой шел без остановки. Оскверненная Лемин уничтожала множество нефалемов, но каждый новый воин отважно противостоял злу на пути к спасению своего мира. Наконец, усилиями всех нефалемов-воинов, Лемин и Диабло были побеждены. Теперь, лишенные мощи ада, их жестокие деяния совершались ради выживания вечного забвения. Отрубленные головы злодеев были отправлены в столицу санктуария в качестве символа их триумфа и надежды на пробуждение новой эры мира и свободы.